Конца и края не видно. Городскую набережную хотят продлить аж до центрального парка. Для этого власти реконструируют участок за полпредством, а строители ледовой арены проектируют новый сквер на берегу забывшей телебашней. Там, где пока за дворки, куда не ступает нога гуляющего, появятся бары, музеи и еще один мост через Исеть. В перспективе берега Исети на всем своем городском протяжении должны превратиться в огромный парк с непрерывным променадом, чтобы можно было пройти извинись по течению от визы до парка культуры и отдыха. Роман Сумин узнал, когда на Урале появится своя ривьера. Ледовая арена еще не построена, но уже планируют расширяться. Старые дома в окрестностях снесенной телебашни в будущем могут стать музеями, кассами или офисами спортивного комплекса. Его начнут возводить уже через полгода. В объекте будет возможно проведить соревнования высочайшего уровня вплоть до чемпионатов Европы и мира, как минимум по 11 видам спорта, как связанным с ледовой технологией, так и не связанным. В то же время мы строим не только спортивный дворец, но и строим большую концертную площадку для проведения концертов, выставок и крупных культурно-массовых мероприятий. Пока на площадке выкапывают фундамент бывшей высотки. Он мешает новой стройке, как, впрочем, и мечеть, расположенная неподалеку. Но ее снос пока под вопросом. Ледовая арена, объясняет подрядчик, это не просто здание, это целый квартал на берегу Исети. В рамках благоустройства территории здесь планируют построить новый пешеходный мост, который соединит улицу Народной Воли. Новый облик появится у еще одной прогулочной зоны в центре – Зеленой Рощи. Часть парка взялся облагородить медицинский центр. В ближайшие месяцы здесь собираются высадить новые деревья, уложить пешеходные дорожки и оборудовать зоны отдыха. Мы не планируем ни отделяться, ни устанавливать никаких заборов. Я сразу хочу здесь предвосхитить эти вопросы. Все мы делаем в рамках единого открытого пространства с парком Зеленая Роща. И мы заинтересованы в том, чтобы он был одним из лучших парков нашего города. Реконструкция предстоит и городской набережной. Берег у памятника Малышу в ближайшие месяцы сделают не только прогулочной, но и развлекательной зоной. Там появятся детские, спортивные и смотровые площадки. На территории прилегающей там были подсажены деревья, которые в акватории реки. В этом году там будут продолжены работы уже с наполнением малыми архитектурными формами, местами притяжения, беседки, сходы к реке. После этого благоустроители пойдут вниз по течению, будут приводить в порядок участки от Карла Маркса до парка Маяковского. Это позволит сделать набережную многокилометровой. Роман Цун, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.